«Принцесса и лягушка». Сказка о них, написанная братьями Гримм, уже более 200 лет развлекает детей по всему миру. А недавно эти персонажи появились на пляже в Дании. Здесь проходит фестиваль песчаных скульптур «Хунистед». В городе с одноимённым названием проживает всего около 8 тысяч человек. Мероприятие, которое впервые провели в 2012 году, привлекает много туристов. «У нас была идея провести мероприятие, которое должно привлечь людей в Хунистед. Гавань медленно умирала. Мы хотели развивать туризм. А потом обнаружили, что скульптуры из песка стали бы хорошим способом. Многие захотели бы сюда приехать. В первый год к нам приехало 42 тысячи человек. Это был успех». Тема этого года – сказки. В целом создали более 20 творений. Среди них короли, принцессы, великаны и прочее. «Хорошо, что это не только Ганс Христиан Андерсон. Было бы просто сделать много персонажей из его известных сказок. Тут у нас очень особенные писатели, сказочники, о которых я на самом деле не знал. У нас есть истории из Гренландии, из Японии». Каждый год сюда съезжаются лучшие скульпторы по песку из Бельгии, Нидерландов, Италии, России и США. В этом году в мероприятии примут участие более десяти художников со всего мира. Большинство из них создадут по две скульптуры. «Нужно очень-очень хорошо работать с объёмными объектами. Кроме того, с таким материалом нужно работать очень быстро. Он не похож на бетон или камень, над которым можно трудиться годами. При работе с песком нужно обладать навыками, иначе он просто рухнет». Американский скульптор Сью из Сиэтла потратила на своё творение 10 дней. А вообще занимается таким творчеством с 18 лет. «Большинство людей в детстве играли на пляже и знакомы с песком давно. Нас тянет к нему природно. А когда умеешь делать удивительные монументальные скульптуры из чего-то такого простого, как песок, это просто потрясающе». Скульпторы закончат свои работы в ближайшие дни. При этом сами их творения должны простоять на пляже до октября. А это означает, что нужно использовать что-то более прочное, чем песок и вода. «Вместо пляжного песка мы используем песок, который добывают в карьере. Он очень мелкий, в нём много ила и глины. Мы насыпаем песок, смешиваем его с водой и прессуем в эти ящики. Без трамбовки это была бы просто куча песка, которую уносил бы ветер. По сути, мы создаём искусственный песчаник, и когда он высыхает на солнце, то становится твёрдым, как скала». Фестиваль песчаных скульптур продлится до 22 октября 2023 года. Ожидается, что его посетит более 70 тысяч человек.